ну как вы помните в предыдущем видео я собирался нападать на торбу между предыдущим видео этим прошло достаточно много времени я кое-что переосмыслил и я понял что значит я не буду стараться взять торбу я буду просто попробую атаковать ее одна атака может быть при развитии атаки при благоприятном я попробую захватить ее но если ничего не получится я просто отступлю и все ну чтобы просто снизить гарнизон торбы до следующей атаки и так я сейчас буду атаковать торбу осадить город поговорю с командиром замка на всякий случай сдавайтесь они хотят конечно сдаваться я приступаю к изготовлению лестниц здесь бегают мои рыцари кого-то там бьют начать штурм неплохо было бы чтобы мои рыцари бы присоединились в турне и так значит пехота атаковать конница тоже атаковать остальные пусть стоят я посмотрю чем там занимаются эти вообще мечники тут у меня дышарский пустынные лучники их не сбору пососники все кого есть так немножко постреляю на и на сам на стрелок конечно из меня никудышней ну надо тренироваться ну так до 134 ночные ребятки так понимаю прорубились и я посылаю значит всех атаковать этих стрелков оставлю только здесь лучников атаковать в целом стрелков но но с с с с с с с с с своим шлемом загородил мне здесь обзор стрельбы покажу так себе чем один в двум где-то примерно хотелось бы терять конечно болельщиков ты кто меня стреляет понятно там а 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 мне осталось четыре стрелы на всякий случай их оставлю а но мои войска не прорубливаются никак так убили шестьдесят одного человека в общем мне абсолютно не жалко безвестных стрелков а а не наездников а нет не ну имперских трухи мне жалко потому что ну я собираюсь нанимать их все таки имперских чтоб хорошие штурмовики ну в общем то я их нанимал для штурма а не для того чтоб они сидели в крепости и просто значит где то самое ели прорубятся значит прорубятся не прорубятся значит так и будет ну в общем то где то на 20 человек больше убили чем потеряли сами ну в общем то битва между дешармешниками и дешар дервишами и и и ну да мои отличные лучники уже выстрелили все свои стрелы и готовы к бою пусть постоят пока ну в общем то но мои пока не прорубятся в общем там наверно и они не прорубятся пока они выбьют большую половину этого самого гарнизона войска примерно равны сказать что там мои войска лучше чем войска которые защищают я не могу мои наверно даже немножко похуже в общем в общей массе поэтому я думаю что они не смогут прорубиться будет так и будет потеряю что-то наберут еще меня за достаточно замка у достаточно откуда взять можно и эти войска на он где-то один к одному сейчас примерно так если я потеряю 90 человек для меня это небольшая потеря кадан бахадур фан который владеет турбой сидит у меня в тюрьме так что 100 человек потеря для турбы это причем 100 человек на на лучших бойцов но у меня далеко не лучших бойцов может даже и больше уже сто одного человека они потеряли убитыми убитыми не оглушенными убитыми это те люди которые они уже сейчас не восстановят я так думаю пока бахадур хан сидит у меня в это самая вряд ли они восстановят этих людей к следующей атаке меня встретит уже не 530 человек а 430 причем большинство из которых уже будет ниже значит уровня той армии которая защищала защищает город в этой атаке так что возможно со второй атаки я уже смогу взять турбу вот тут уже наездники пыли в общем то наверное эта атака уже заканчивается я не буду долго ждать здесь да все мы выходим из боя до продолжить и снимаем осаду смотрим у них 420 человек осталось отряд у меня тут у меня повысился ферсвенские лучники до ферсвенских дервиши рейдеры мне не нужны дервиши рейдеры поэтому я беру этот отряд отвожу назад значит в этот самая замок шали шахид который будет наверно пока базой для нападения на вот этот вот пустынный дешар деви дугс опустощает секс-пазар продолжить разместим гарнизон отдадим здесь всех этих дешар копейщиков воинов ветеранов пустынных лучников дешар воинов дешар дервишей от салионских лучников вот этих вот всех отдадим мечников имперских бронированных арбалетчиков и ферсвенских стрелков и заберем свой отряд который мы оставляли здесь пендерские бронированные пендерские тяжелые легкие заберем значит наемных всадников здесь так шериф и ударников молотов наемных скаутов посмотрите ли это вот это все бригада которая которую я оставлял здесь мастер меча этот какой-то и надо оставить этих мастера меча здесь не нужен он не отрицательная читать нашусь мастером меча пендерский ополченец наемный воин и рыцарь и грифона а пендерских воителей мы оставим тоже здесь нет пендерских воителей мы на все-таки заберем есть так достаточно солдат воинов готова войду в зал проверю давал ли я команду набирать тут солдат пусть набирает милик мину военную комнату все вернемся в главный зал все спасибо это все я ухожу и здесь у меня остается 700 человек 803 человека даже и поэтому месяц да не будет отпущен римус хан значит кто это здесь у нас воюют светские рыцари наездники ветра дыша струк мы не дыша рам и поможем так наездники ветра атаковать всеми силами ими думаешь наездники ветра сами справятся без нас да нет они ждут пока мы с командой ну давайте давайте всех их убьем да мне надо опять поменять оружие не забыть а на теперь когда мы теперь когда мы захватим значит эту самую торбу у нас будет мы не будем брать это самый инвентарь этот у нас будет уже хорошее отношение с наездниками ветра в общем то очень неплохо так продолжить разместить гарнизон и здесь мы значит составим рыцаря грифона но здесь и серебряного тумана которых мы наверно следующий раз все таки возьмем с собой в это самое войдем зал проверим нанимать ли он людей этот мили курду военную комнату вещевой босс возьмем все спасибо это все уходим мы смотрим что у нас тут с этим самым гарнизоном гарнизон 767 человек это конечно очень много ну да ладно сейчас мы едем на мордан я даже не знаю где-то деревня сейчас быстренько назначить это самое разместить гарнизон давайте разместим гарнизон магнус наездник пыли дышать дереве шрейдер равенстернский всадник воин темного волка какой-то тут рыцарь темного волка я помню это тот который оглушает готова авто верну зайдем донован я вообще-то не знаю брать ли мне этого донована уйти я сейчас посмотрю свой отряд сколько у меня тут человек 1 2 3 4 6 человек можно было наверное взять этого донована пендерский мечник бандит наемник наемник наемный воин пендерский пехотинец пендерский мечник беженец пендерский новобранец пендерские воители я здесь оставленная на пендерских воителей пендерских воителей здесь оставлю дервиш и рейдеры магнус и еретику я не думаю что сейчас мне нужны эти люди так на торговую площадь торговец оружием в общем то мне тут нечего в это самое оружие какой покупать я посмотрю торгует с разными товарами я куплю здесь вот это вот вот эти нет я уже не буду покупать меня так много как ее называют пшеницы этой так войду в замок и тут я хочу узнать одну вещь расскажите мне о своих навыках 420 430 готово не сейчас спасибо прощай и посмотрим удальник расскажите о своих навыках 330 310 одноручное 280 это плохо потому что я насколько я знаю я им давал одноручное 280 в общем 280 тоже немало так теперь я хочу поговорить с меликом налимом военную комнату я хочу улучшить молоты 160 тысяч и 150 престижа вернемся так военную комнату снаряжение мои молоты доспехи да мне надо им доспехи так ударники нет еще значит ударники получат тяжелый ладный доспех митинг митингхаймских обреченных это займет около десяти дней а молоты могут получить лошадей но я правда еще не решили хочу купить новых лошадей новую лошадь это адский дистриер 78000 но у меня нету таких денег сейчас конечно поэтому давайте вернемся в главный зал и спасибо это все так уйдем я не знаю 130 124 человека но и на не особо меня готово и мы здесь составим разместим на низу на ставим пендерского кавалериста здесь посмотрим что у нас здесь есть с ребятами которые значит это самое на из них пыль и манус искательницы дервиш кто у нас тут поклонники правда есть можем взять поклонников или нет или лучше не брать этих поклонников у нас в в общем некого сейчас брать здесь такие чтобы они давайте возьмем поклонников все не здесь но здесь могут ударники шерифы уйти но я не знаю брать мне этого донована или нет не осталось лесли диста в общем то у меня очень мало людей поэтому она возьму донована зайду в таверную возьму его пусть будет донован этот в общем без разницы возвращение так уйти и посмотрим что у нас тут донован 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 у нас конница донован поговорить с тобой на твое снаряжение так донован так вот такой донован неважно готово и значит я посмотрю здесь на вещи 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 отличный полуторный меч наверно вот так вот я возьму и мы поедем смотреть кто там грабит наши деревни вот алиохека всего 55 человек скорость у него круче вообще-то скорость меньше чем у меня вполне возможно что я догоню его у меня сбежал граф какой-то там черт его знает чей ливидуц совершил нападение на секс сек пазар посмотрим куда со своими рыцарями 2 рвется брон леофрик вековийские работорговцы изменники сошли на берег рядом с вал энд бреем так мне некоторые бойцы готовы повышению то наемные воины наемные воины наемные мечники пендерский новобранец ополченец пехотинец пехотинец пендерские мечники пендерские мечники наверно пендерские воители вековийская охотница вековийский коник охотник смотритель и так далее шериф наемный скаут наемный всадник я наемных всадников нет оставлю здесь пусть скауты тоже там будут так леофрик попался будь краток то пошел ты я с тобой буду краток очень краток сейчас я тебя укорочу так все все поехали сразу и значит мы ударники верхом конница верхом отличные стрелки атакуют все все атакуют и и и и и да где-то здесь я скажу срыву коня а а и а и и и а и и и Рыцарей Квайрова улучшили, наверное ещё не всех. топорик чудесный там мой конь мой боевой льонок поедем посмотрим за кем они там погнались кого они там не могут еще оглушить или убить все соленский рыцарь убит ударом на умный всадник я так думаю что мы победили да у меня убит ударник ранен молот так ранен да отныне ты у меня в плену есть рыцари или барщики бронированные лучники стрельщики рыцарь льва тут соленский эсквайер пехотинец и так далее готова управлять инвентарем не знаю сейчас я посмотрю что-то за лошадь чахлый гунтер с красной попоной сумасшедший этот самый лут в этом моде так значит где-то я нахожусь вообще непонятно в каком углу мы едем мы мимо торбы проедем сейчас некоторые бойцы у меня готовы к повышению воитель мечник наемный скаут наемный всадник да наверно все таки придется молотом дать адских лошадей он опустошает дрожь этот левый дух но сейчас мы ему опустошим все что можем большой вражеский отряд зависит за замечено кладу живут мои рыцари бегают гоняются за всеми подряд тут хорошо пусть бегают заедем свои среду шериф большой вражеский отряд около дружи продолжим разместим гарнизон бору барона леофрика мы кинем это самое здесь мы еще возьмем два ударника наберем хранителя грифона не зря сидят зачем здесь только сидеть да и пендерских воителей отдадим сюда вот вам хранителя грифона уйти и поедем граммить этих самых дивердуксов на дом левый дух и там готов повышению да будь краток это как всегда давай сдавайся левый дух все сразу в атаку конец оверху данники всю и и и и и и и Продолжение следует... 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 же кавер это ж такое дело все это очень хорошо очень хорошо я дон же кавера я теперь жалеешь я взял донова на очень жалею ну шо ж так военную комнату вернемся главный зал дополнительные занятия чтобы провести так хорошо дополнительные занятия сейчас ним проводить не буду следующий раз когда посещу город а сейчас я уйду и посмотрим что у нас там от донжа с каверой донжа выше и кавера тоже выше кавера в отличные стрелки я должен отличные стрелки закрыть посмотрим поговорим с донжой у ваших навыках а донжа ну 6 грабитель 6 ледопыт 6 поиск пути 6 наблюдатель ну что тут можно сказать так готова на ваше снаряжение снаряжение в ней прогуляла ну лодорские стрелы отлично мне все ей бы надо еще что-нибудь какой-нибудь меч но у меня пока наверно нету что едать кроме то своего двухручника кавера поговорим о твоих навыках шестерка грабитель шестерка поиск пути прекрасно прекрасно готова на твое снаряжение в ней тоже то же самое сильный милитанский лук тоже дробящий стальной полекс и тяжелый большой молот очень плохо я уже их перевел на мечи а у этих мечей нету готова наешка вышкоман на торговую площадь разными товарами я же здесь был до уйти отряд готова я отдаю сюда вышкоман этих разместить гарнизон дэшар воин дэшар пустынный лучник дэшар дервиш отъявленный разбойник сюда тоже отдам рыцарь вот эти дервиш и мечников благородных рейдеров кавалеристок все этих ребят мы потом всех заберем конечно готова уйти и где-то тут кто-то у нас опять что-то грабил я сохраняюся посмотрим а они возвращались к друшу поедем туда до замечены врага около около друша так что у нас деньгами деньгами у нас еще плохо вот так вот у нас дюк джастус дюк джастус прекрасный наш замечательный дюк джастус сейчас мы накостыляем по шее дюку джастусу как положено ну все попал ты дюк джастус да будь краток атаковать всеми силами дюк джастус а все силы сразу битву и ударники тоже вверху все отличные стрелки давайте как фрилансеры как сможете стрелять и кидать убивайте где взять им лука надо и мечеть это взять да тут же прекрасно джайка вера я рад что они вернулись даже не обижусь на донова на если он сейчас уйдет просто возьмет так скромненько уйдет я на него не обижусь абсолютно каждый раз на него бежался как это он так сейчас на него не обижу все ходит просто его прогнать уже мне его прогнать наверно так и сделаешь не знаю мои конники я даже не гляну они уже с мячами или чуть-чуть с ударным оружием донец мячами за лиса он ударила мечом и пришла на 19 уровень ух ты что-то же нагло-то здесь у нас да мне нужны мечи и хорошие мечи ты кого не там бьют я не понял садик безлошадный тупой копьем и по моему оставил и дал мечи да не знаю надо вообще-то посмотреть я не помню чем мне вооружены всадники ну в смысле мои всадники нпс и и атаковать всеми силами последних 61 человека все силы вперед в атаку ударники верхом конница верху да мне еще я забыл из чего из каких юнитов получаются из каких бойцов получаются хранители грифона надо посмотреть по моему спендерских конных воителей если это так то хорошо мне надо прокачивать тогда орден грифона и начинать нанимать хранители по моему хранители получи чем пендерские конные воители все таки получше так получше вооружены конкретно так у них щиты во первых во вторых у них мечи и копья да сами как все таки это хорошо битва ладиатор жаль промахнулся я в море в море в море в море Так не смешно. да и мой ключ нет какой-то страшные погоны и слава богу чем не зашибить своего боевого льва сюда продолжим все таки у него еще 16 человек остается да поехали все в атаку конница верхом ударники верхом да я думаю что хранитель грифона лучше чем гендерский поэтому надо прокачивать орден и посмотреть насколько хранитель грифона значит насколько уменьшится может улучшиться их не это самое боевые навыки я не знаю уменьшается ли у сержантов орденов при прокачке ордена в смысле улучшаются у сержантов орденов при прокачке ордена боевые навыки или нет этого не знаю я знаю что у ударничка у моих то улучшились а как у этих стандартных орденов я не знаю да тоже и дюк джастус отныне вы меня в плену и здесь у меня опять куча имперских этих ребяток которых я сейчас продам у меня будет пабло три цари дворяне даже не буду ломать себе голову они все влазят и я поэтому сейчас сумме надо снизить стоимость армии управления инвентарем зазубранный твой хендер твой хендер зазубранный твой хендер может дворянский меч длинное кавалерийское копье это нам не очень надо мне надо посмотреть чем вооружены мои всадники уйти так отряд и я сейчас смотрю сара леса как раз вот она прокачалась посмотрим говорить о твоих навыках сара леса эти дам еще 18 интеллекта у тебя будет верховая езда шестерка и что там у тебя еще надо можно щит я щит я не знаю щит щит сильный удар сильный бросок наверное ей дам живучесть нет наблюдатель пятерку дай наблюдателя и дам еще шестерку и двухручная древковая одноручная давайте в одноручная все готово на твое снаряжение у ней одноручный сбалансированная турнирная оглушающая и двухручный меч вот как она вооружена назад значит неважно и мы посмотрим сейчас на серый на серый поговорить с тобой на твое снаряжение серый а у него значит нолдерский одноручный сбалансированный двухручника у него нету нужен ли он ему я думаю что он ему не нужен так неважно циррейн зачем я сарелисе дал так буадис поговорим с буадис на твое снаряжение буадис мастерская сингалистская сабля одноручная так все понятно нам нужно одноручное оружие и мы будем искать одноручное или двухручник или ну понятно что какой-нибудь полуторный меч мечник мечник пусть будет пендерский воитель хотя я не уверен я теперь не знаю с кого это самое хранитель грифона получается надо посмотреть так ну и все здесь мы значит сейчас едем в сингал сразу нет отклоняем предложение никто никого не будет выкупать ни за какие деньги тем более солен я уже решил что я в одно время начал отпускать значит этих самых ну все-таки надо кого-то отпускать кого-то надо отпускать все-таки кого-то мы отпускать будем потому что они должны привозить нам имперских всадников от этих всех смертных скорее всего мы будем отпускать имперских бессмертных вот этих вот чтобы они это остальных не пока отпускать никого не будем так готова готова и мы дозорных наймем конечно обязательно да не надо благодарить не надо благодарить главное чтоб ты хорошо у меня так центурионы пендерские воители отдать молотые у меня есть здесь три молота я возьму наемный мечник пендерский наемный вековийский конник отдать поклонников я тоже покажу отдам охотники хранители грифона пендерские мечники нам искал вена ударник шериф готова уходим и значит мы поедем в замок сейду шериф замок сейду шериф я не знаю надо готовиться к следующей атаке а вот там еще кто то есть отлично разместить гарнизон здесь мы оставим центурионов теневого легиона так и грифоны у нас у нас не в этом замке грифоны в этом замке у нас ударники морские пехотинцы или барсики наверно морских пехотинцев или барсика надо будет кого-то взять следующую атаку наверно морских пехотинцев готова уйти и я значит кто то тут у меня мелькал а это был лорд аулус которого мы сейчас тоже побьем так до вас дошли слухи о том что местное руководство из бербрук деревне на которую претендует королевство салью они довольно тем как с ним обращается но все остальное королевство ровенстерн обратились королю ульри ну понятно что это все останется без всякого я кого там лорд аулус да до минус 35 отлично сдавайся лорд аулус атаковать всеми силами все силы давайте в битву и опять все то же самое конец а значит верхом данники я не думаю что мне надо что-то менять том плане шоу ты пока это самая эта тактика работает я буду использовать как только эта тактика перестанет работать я перестану использовать и все Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. чтобы как можно меньше не нанесли потерь. Да, Клорталус с войском. Атаковать всеми силами. Я уже буду здесь сидеть. Все силы поехали. Давай, дядя Кунти. Гонится вверхом. Ударники, значит, тоже вверху. Все. Значит, я не подумал. Мне надо было забрать. У Сары Лисы двухручники. Ей абсолютно не нужно. И дать кому-нибудь или Аддонжо, или Кавери. И плюс у меня еще есть там какой-то тут покалеченный этот или зазубренный какой он там этот называется. Ну, там меч этот здоровенный. Как он, черт его знает. Свой Хандер. Короче, двухручник. По-немецки. Свой Хандер. Надо им дать. И забрать у них вот эти вот кувалды. Потому что им тяжело с ними бегать. Да не нужны они сейчас. Уже не нужны. Уже все. Уже у меня есть ударники. У меня есть молоты. Которые прекрасно выполняют свою функцию. Худо-бедно. 16 человек. Из каких-то 40. Они вон уже улучшили. Все. В общем-то, вполне и с тем объемом пленных, которых я могу взять, это вполне нормальная цифра. Так, все. Мы победили. Продолжить. Атаковать всеми силами. Ну, в общем, я не буду это. Потому что ясно, что вот это будет такое. Я не буду успевать даже доезжать. Они будут убивать всех. Я нажму на паузу. И тогда уже включу запись по факту. Так. Атаковать всеми силами. Все. Силы появились. Я нажимаю на паузу. И включу по факту. Итак, мы ожидаемо победили этого. Как там уже его звать? Забыл. Лорда Аулуса. Угу. Он сбежал. У нас тут есть 5 арбалетчики, рыцари и все остальные, которых мы сейчас наберем. Вот фрейлин из империи Бакус даже есть. Угу. Последователь вековийские краллы. Тут. Кого только нету. Украллы-украллы. Тяжелые пехотинцы. Рекруты благородные. Поклонники. Может даже не все и вместятся. Монахи, кавалеристки. Миньоны, городские ополченцы. Черные сердца. Кого угодно тут есть. Угу. И пилигрим. Готово. И управление, значит, вещичками. Да, вот этот меч. Сейчас я отдам его кому-нибудь. Угу. Астражница. Вот это. Такие будут у меня ребятки. И я еду сейчас, значит, в замок, сейду, шериф. Почему я туда еду? Потому что я буду готовиться к новой атаке на торбу. Пендерский мечник. Пендерский кавалерист. Смотритель, шериф. Дозорная. И там оставлю сейчас вековистская охотница на людей. Оставлю хранителя грифона там. А заберу, наверное, оттуда этих морских бестолковых, морских пехотинцев Теневого легиона. Ну, бестолковые ребята. Хоть хорошо одеты, плохо вооружены. Угу. Вот так вот. Сейчас я продолжить. Разместить гарнизон, где я, значит, оставлю хранителя грифона. И заберут этих морских пехотинцев. Я говорю, абсолютно бесполезные морские пехотинцы эти. Уйти и сингал продавать пленных. Потом вышкоман за остатком морских пехотинцев. И в замок, там где сосредоточена моя армия, которая полезет на стены Турбой опять. Она уже, наверное, подлечилась. Поэтому я так разместить гарнизон. Здесь у нас мы будем размещать пендерских кавалеристов. Ах, тут у нас все и есть. Мечники, наемники, пендерские наемные, наемные, дозорные. Стражница, вековистская охотница. Все. Так, и... Что мы тут имеем? Ничего тут не имеем. Готово. В таверну. К Рамону продавать пленных. Так, Рамон, заинтересуйся вот этим всем пленными этими, которых я сейчас ему продам. Так, у меня уже есть. Я заработал на армию, слава богу. Мне теперь надо еще заработать на... Или на улучшение ордена. Ну, я думаю, что я сейчас буду улучшать все-таки этих самых... Грифонов, грифонов. В первую очередь, наверное, грифонов. Потому что, ну, хранители все-таки, по-моему, будут получше, чем эти... Пендерские... Пендерские... Коны и воители. Так. Так, мне 90 тысяч. Это, конечно, мало. Но все-таки... На торговую площадь торгуют с оружием. Здесь толстый украшенный каплевидный щит. Он мне не нужен. Да. И, значит, здесь я вот это буду все продавать. Назад. А, разными товарами. 2 900 на разные товары. Фрукты здесь куплю. Не знаю, пшеницу куплю. Ну, такое мне нужно уже. Короче, так. И назад в меню города. Выйду в замок. Мне нужны одноручные мечи, если они у меня есть. Если они у меня в замке. Кнудар в этом самом. Может, здесь есть. Я посмотрю. Есть каленая тяжелая сабля. Я ее возьму. Так. И я не знаю. Старый соленский шлем. Ну, пока что тут все. Назад. Уйти. Сейчас я перевооружу немного своих ребят. Например, если Адонжу. Поговорить с Адонжей. А, нет. Не важно. Я сначала возьму старые лисцы. Отберу двухручник на ваше снаряжение. Отличный пендерский большой меч. Который не нужен. Не важно. И дам его, значит, Адонжи. На ваше снаряжение Адонжи. Я тебе дам отличный пендерский большой меч. Вот так вот. Дробящий стрельной поликс. Пока я ее ставлю. Потому что, ну, просто, у меня нету второго, у этого самого стрела. Единственное, поговорить на ваше снаряжение. Да, у них тоже есть двухручные. Древковая. Так. И Кавера. С Каверой поговорить на ваше снаряжение. У Каверы тоже хорошее все снаряжение. Но вместо двухручника ей дам меч. Так. Назад. Не важно. Боадис. Поговорить с тобой Боадис на твое снаряжение. У ней мастерская синглистская сабля. 41. 92. Назад. Не важно. И мы дадим Доновану на твое снаряжение. Мы Доновану дадим. Значит, каленую и тяжелую саблю. Заберем у него молот. И тяжелый боевой молот. Тоже заберем у него. Вот так будет у нас выглядеть где-то Донован. Это что у него за шапочка? 52. Может ему вот этот вот. Да, вот этот мы утюг дадим ему. 55. Пусть Донован будет таким вот утюгом у нас. Да. Все готово. Захожу в сигнал. Опять в замок. Придется опять бежать на второй этаж. К сундуку, чтобы все это оставить. Ну, что сделаешь? Так, сделано. Сундук на втором этаже. Этот. Как его называют? Муслим или как его там? Тоже на втором этаже. Ну, эту шапку я тоже здесь оставлю. Остальное пока что будет все здесь. Можно взять еще один вещевой босс, наверное. Все-таки армия будет большая. Все. Назад. Ну и к Налим еще подойдем. Все-таки. Да, Налим. Что там? Военную комнату. Так. Вернемся в главный зал. Угу. Спасибо. Это все. Уйти. И, значит, я сейчас буду двигаться к Ишкоману. Сначала, конечно, Фрелину отпущу. Так. С Героя Сэнд у меня возле 25. Жалко, что я не смогу жениться на Героя Сэнд. Угу. Мы едем в Ишкоман. В Ишкоману заберем остатки этих, как их называют, морской пехоты легионеров. Так. Разместить гарнизон. Здесь у нас есть Центурион. Мы его заберем. И... Морские пехотинцы. Легионеров. А также мы можем забрать здесь Мечника. Дервиша. Воина. Пустынного лучника. Соплеменников. Все. Покажу так. Угу. Дервиш и рейдеры мы этим брать не будем. Проведем с Синишалем встречу. Шесть часов девятьсот динар. Начать встречу. Шесть часов потратим на этого парня. Может быть с него что-то и получится толковое. Так. Город уже солидарен с нами. Плюс двадцать. Это хорошо. Здесь мы значит поговорим с Меликом этим Урукбаном. В военную комнату. Вернемся в главный зал. Все. Больше ничего мы не сможем с ним поговорить. Уходим. И значит в дальнейшем мы двинемся уже к этому самому замку Шадиша Хид. Где заберем опять свою эту армию умирания на стенах. И будем нападать на Торбу. Да. Ну все это будет уже. Ага. В следующем видео. Да. А пока все. Продолжение следует.